Сегодняшняя проповедь называется «Занимать пространство для Бога». Прочтем сейчас бытие, первая глава, 27-й, 28-й стих. Какой же Божий оригинал для человека? Когда Бог создал человека, поместил его на землю, что он хотел, чтобы человек делал? Чем должен был заниматься человек? И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину. Сотворил их. И благословил их Бог. И сказал им Бог, «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владитесь над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Божий оригинал, когда Он создал человека, Он хотел, чтобы человек умножался, наполнил землю, обладал ею, представлять Бога на земле. Вот такой был Божий оригинал. Это то, ради чего Он создал человека. От Луки 23, глава, 40-го стиха по 43-й. Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». Иисус ответил, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Вот если бы Бог не имел никакие цели для нас здесь на земле, то мы все должны были как-то, как этот разбойник. Вы понимаете? Покаялся и умер. У этого разбойника шанса для искушения, для проблемы уже не было. Он покаялся и умер. Но, когда вы читаете Библию, вы не увидите часто, кроме этого разбойника, люди, которые покаялись и тут же умерли. Вы не увидите. Почему-то план Божий идет дальше, чем просто покаяние. Получается, что во Христе Иисусе оригинальный Божий план, который был потерян через падение Адама, во Христе Иисусе этот план вернулся назад. Заметите, Бог никогда не отменяет свои планы из-за дьявола. Дьявол не имеет власть отменить Божьих оригинальных планов. Когда Бог захотел везти народ израильский в Египет, дьявол включился, и народ подключился с дьяволом. Божий план исполнился, но не через тех людей, которые сотрудничали с дьяволом. Через тех он не сделал, но план Божий исполнился. Те, которые умерли, наверное, подумали, Бог, тут Бог не получилось. Мы не попали в землю. Они умерли вне земли. Но то, что они не понимали, что после них Божий план все равно исполнился. Имей в виду, Божий план от, его план, который он имел, связан с тобою, может не исполняться. Но план Божий все равно исполнится даже без тебя. А я предлагаю, чтобы все планы Божьи о тебе остались в исполнении через тебя. Скажите со мной аминь. Вот поэтому план Божий какой? Наполняйте землю, обладайте ею. Во Христе Иисусе этот план Божий вернулся назад. После покаяния мы можем заниматься тем, чтобы пространство земли наполнить порядком Господа Бога. Вот поэтому, когда Иисус молился, учил учеников молиться, что Он говорил? Молитесь так. Отче наш, сущий на небеса, да сварится имя Твое. Потом, да будет, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Заметите, где зов Господа Бога, чтобы на земле была выражена воля Божия, как на небе. И эта воля Божия может распространять только те люди, которые рождены свыше. Скажите со мной, аминь. Мы не просто родились свыше, чтобы попасть на небо. Разбойник, да, попал на небо. Молодец, поздравляю его. Но это не полный комплект Божьего плана. Это всего-навсего часть. Христиане, которые живут, как будто весь план Божий заключается в том, что ты покаялся и попал на небо, как правило, они на земле пользу не приносят. После покаяния мы призвали Богом, чтобы жили жизнью. Не ищи смерть после покаяния. Ищи теперь жить. Как одна женщина сказала, мне так жал. Бога только узнала в 50 лет. Теперь мало осталось прожить для Бога. Я говорю, ну хорошо. Главное, вот это сколько осталось, так живите, чтобы на земле воля Божия пришла, Царство Божие распространилось, пространство было наполнено для Бога. И Бог вас за это благословит. Дело не в том, что поздно покаялся. Я знаю людей, которые рано покаялись, прожили христианскую жизни 70 лет и ползи от них, но они только смотрят на конечные цели, лишь бы держаться, не упасть, остаться спасенным. Ну молодец, но это не единственная цель, ради чего ты покаялся. Надо занимать пространство для Господа Бога. Поэтому важно, чтобы мы это понимали. Мы с вами имеем большую ответственность перед Богом. Мы поняли задание, мы поняли задачу, а что Он нам дал, с чем мы будем это делать. Разбойник покаялся, умер, ему ничего больше не надо, а мы остались, что Он нам дал, чтобы мы успешно прошлись, исполнили задание и выжили. И не умерли в процессе, не исчезли в процессе. Что Он нам дал? Первое, что нам дал Бог? Он дал нам свою охрану и защиту. Понятие защиты и охрана одно из главных вещей, что Бог дал человеку. Даже на природном уровне. На природном уровне Бог вложил внутри человека иммунную систему. На природном. То есть, потому что ты живешь, если бы вы посчитали сколько микробов попадают в ваш организм смертельные микробы. В день, в час, в минуту вы были бы в ужасе. Почему вы не болеете, вы не умираете? Потому что на природном уровне Бог вложил в вас иммунную систему, клетки, задача которого защитит вас от опасности и угрозы. В планах Божьих вопрос охраны и защиты занимают очень приоритетное положение. положение. Потому если бы не было этой защиты, все, что Бог создал, было бы под большим угрозой. И точно так же, когда мы пришли к Иисусу Христу, когда мы покаялись, Бог знал, что дьявол будет пытаться нас уничтожить, поэтому Он, помимо природной защиты, Он также нам дал защиту и охрану в Духе. Скажите, я имею Божью защиту, Божью охрану. Библия говорит в Англии от Иоанна, 14 глава, 18 стих. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Бог не желает, чтобы мы были оставлены. Сироты это незащищенные люди. Бог хотел, чтобы ученики не были в состоянии потерянности, разбития, беззащитные. Он хотел, чтобы они были утешены внутри. Я не оставлю вас сиротами. Бог против состояния растерянности и потерянности. Если бы Иисус, ему было все равно, что с ними происходит в душе, он бы просто дал им защиту и охрану и об этом им не сообщить. Они бы боялись в страхе, в ужасе, потом раз Бог защитил, ой, как будто Бог нас начинает защищать. Почему Иисус говорил, чтобы их сердца успокоились, не были растераны. Помните, когда Иисус говорил им, что я вам говорю это, но вы теперь печальны, но не печальтесь. Говорит, я, против вас поднимутся много чего, но мужайтесь, ибо я победил мир. Зачем он им это говорил? Чтобы внутри они успокоились. Оказывается, Бог не желает твоей внутренней разбитости, растерянности, кроме если ты сам это на себя навлек, тогда надо бежать к Богу, покаяться, менять обстановку, потому что Бог, Его план, чтобы Его мир, Его любовь свободно двигалась в наших сердцах. Кто не будет сказать где со мной амин? Я не оставлю вас сиротами. То есть, я не оставлю вас в брошенном состоянии, в оставленном состоянии, что вы никому не нужны. Я буду рядом. Я приду к вам. Смотрите от Луки 10 глава 17 стихи по 19. 70 учеников возвратились с радостью и говорили Господи и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им я видел сатану спадшего с неба как молнию. Все даю вам власть наступать на змеи, на скорпионов и на всю силу вражу и ничто не повредит вам. Вот ученики вернулись с радостью. Бесы повинуются нам. Скажите мне, кто обычно создает движение против верующих? Бесы. Когда нормальный человек сидящий дома у себя, в нем поднимается ненависть по отношению к тебе и начинает делать вреда тебе. Это бесы поднимают такое. Это не нормальное естественное мышление человека такое не делает. Это бесы. Получается, если мы победили бесов, мы победили создатели волну против нас. Вот почему духовная война в молитве супер важна. Если мы не парализовали бесов в духе, они начнут возмущать много чего в жизни против тебя. Вот поэтому Библия говорит, не давайте место дьяволу. Имеется ввиду, не дайте бесам пишу для действия против вас. Не дайте им, потому что когда им мы дали, они начинают не то, что нападать на тебя только, они начинают возмущать целую группу людей против тебя, создавать тебе всякую неприятность. Когда ты видишь, что бесы в чем-то с тобой играются, да? Победи, потому что если ты не победишь, они задумали кое-что, бесы у них свои планы, дьяволские планы, и если ты не победишь, некоторые действия дьяволские в твоей жизни, побуждение его, мысли его, направление его, какие-то желания от него, они обязательно пришли, чтобы украсть, убить и погубить. Что-то после будет украдено, разрушено, уничтожено, обязательно, по-другому бесы не работают. Будь человеком, который побеждает в духовном мире, и много чего ты будешь нейтрализовать, и люди, которые против тебя начнут уходить, что-то начнет меняться, их настрои, или их действия, много чего начнет меняться только от того, что ты в духе закрыл все двери для дьявола. Иисус говорит им, ученикам, он говорит, я вам дам силу наступать на всю силу мражи. Наступать. Наступать, это означает, у вас есть то, что надо, чтобы защититься, но условия, надо не убегать, а наступать, это шагать над головами силы дьявола. Это значит, защита Божия работает не тогда, когда уступаем или убегаем. Когда уступаем, убегаем, Божьей защиты нет. Многие люди умирают, уничтожаются, разваливаются, разрушаются в момент уступ пад. Нельзя. Вот пастор Генри, мы видим тебя, ты всегда на высоте, ты всегда молодцы, спасибо. Я не всегда на высоте, но я всегда наступаю. Горка внутри, наступаю. Хорошо внутри, наступаю. Хочется плакать внутри, наступаю. Хочется сдаваться внутри, наступаю. Потому что Божья защита работает, когда мы не уступаем. Кто-нибудь скажите со мной, аминь. Что же Библия говорит? Шить веры. Шить веры, она спереди. Очень удобно держать шить сзади, да? И бежать, и шить держать. Очень удобно для так стоять. Христиан – это люди, которые не умеют уступать. Поэтому Иисус говорит, наступать. Я вам дал силу наступать. Божья защита работает при одном условии. Мы наступаем. Скажите, наступаю. То есть, и Он говорит, я вам даю мою безопасность. Не убеги от врага, но ничто не повредит вам. Как там написано в Марка 16, глава 18, стих. Будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на обо них, а не будут здоровыми. Кому это им? Уверу вовщих. Условия, чтобы Божья защита работала для тебя, ты должен быть уверу вовщих. Когда мы покаялись, Бог вложил в нас способность быть защищенным. Деяния апостола, 12 глава, 4 стих. Задержав Петра, посадил в темницу, там приказал четырем четверцам, воинам, встречи его. Петр же там между ними и в темнице, а церковь, между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывезти его в ту ночь, вместо того, убить его в следующий день, и он спал. А ангел Господень пристал, и света сиял темницу, толкнул Петра в бок, и пробудил его, и сказал, встань скорее. И цепь упали с руки его, и, короче, и сказал ему ангел, опаящийся, и он его вывел оттуда, и вышел, следовал за ним. А он думал, что все, что делается, это видение, потому что Петр, помните, он видел видение, там корзину и все прочее, он любит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, и когда они пришли туда, ангел не стало. И тогда Петр пришел в себя, трезво взвернулась, и он начал думать, о, ангел меня избавил, и тут же подумал, побегу. И говорится здесь, и осмотревшись, пришел в дом, и вспомнил молиться в доме матери Иоанна, называемым Марком, где многие собрались и молились. И Петр туда пошел. Заметите, Божия защита и охрана. Удивительно, что Петр готовит его убить, и он заснул. Поэтому процесс его освобождения, не инициатива Петра, кто был инициатором защиты и выводит Петра из тюрьмы? Бог. Помните всегда, везде, где Бог инициатор, везде требуется, чтобы мы отвечали верою. Везде, где Бог инициатор чего-то, нужно реагировать. Наша реакция, наша вера. Если Бог инициирует что-либо, и мы не среагировали, оно пройдет мимо нас. Всякая Божья инициатива увидит успех, если мы на эту инициативу реагируем, отвечаем. Важный момент второй. Ангели участвуют в защите верующих. Как Бог сохранит тебя через ангелов или каким-то другим путем, ему решать. Но самое главное, ангели участвуют в защите. И третье, здесь говорится, церковь молилась. Важно в жизни иметь людей, которые называются свои. Свои – это люди, которые за тебя, с тобою, ради тебя и ради Господа. Петр пошел к своим, они молятся за него. Его там нет. Они любят его, так что за него молятся, хотя его там нет. Они не просто молились, они прилежно, от души, не по его просьбе, а по повелению их души и за их любви к Петру. Это называется свои. Вот эта группа людей, называемая свои, такая. Не от повеления, не от того, что такой порядок, так требуется, так сказали. Нет. Это люди, которые никто не сказал, никто ничего не повелел, никто ничего не просил, никто ничего. Потому что они, их душа, их, как это правильно сказать, их к этому двигает. Вот если вы найдете таких людей, вы нашли ядро, с которым вы можете менять этот мир. Именно с такими людьми, если вы их найдете на земном шаре. Такие люди, они с вами готовы в любые бои. Когда ангел ушел, Петр включил здравый смысл. Здравый смысл, вопрос твоей защиты тоже нужен. Второе. Бог дал нам его благословение. Божье благословение – это Божье благоволение. Божья милость – это Божье благо, которое приносит много ползи и радости. Божья защита от зла. Слово благословение не имеет одно узкое значение. Все это вместе входит в понятие благословил. Поэтому, когда говорится, и благословил их Бог, имеется в виду, Он дал им свое благоволение. Так, чтобы, когда они придут, им помогали без объяснения. Он дал им свое благо, которое приносит много ползи и радости. Это значит, Он дал им свое милости. Это означает, что Он дал им защиту от зла. Поэтому, когда Бог сказал, благословляю, Он дал им все, что им надо для жизни. Написано в притчах, 10 глава, 22 стих, написано, благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. То есть, когда от Бога не само богатство приходит, от Бога приходит благословение. А благословение, когда оно принято, оно начинает тебя обогащать со всех сторон. Но радостный еще момент, это то, что печали с собою не приносит. Говорится в Кефисианам 1, 3, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением в небесах. Авраам находился в Харане, ушел оттуда. Нет, там у река Халдейская, потом Харан, потом... И он в Харане остановился, потом папа умер, потом он пошел в землю, которую потом израильский народ наследовал, Харанейскую землю. У него ничего не было. Но... Авраам... Он пришел туда, когда он, Бог его благословил. Как Библия говорит, благословил его Господь. А благословение Господне что-то всегда приносит. Авраам... Настолько жизнь его поменялась только от того, что Бог, Божье благословение было на нем. С фараоном столкнулся. Он вышел оттуда богаче, чем было. Сиа... Авимелеш столкнулся. Вышел оттуда больше, чем до. Куда бы ни пришел Авраам, это благословение, которое на нем приносил, 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 приносил. А Галатам, Библия говорит, Галатам 3.14, что мы имеем во Христе Иисусе благословение Авраамово. То есть, куда бы мы ни пришли, на нас благословение, и оно приносит, 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 приносит. Заметите, Бог желает, чтобы мы с вами были людьми благословения. Поэтому, с таким благословением, мы сможем исполнить Божье первоначальное желание. Наполняйте землю, и обладайте ею. Бог нам дал силу, власть для решения всех нужд. Заметите, что Бог планировал, чтобы мы победили. И не только победили, а вернули первоначальный Божий оригинал. Наполнять землю, овладеть. Приносит Божий порядок. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Да придет Царство Твое. Вот так Бог планировал. И когда Он дал нам спасение, Он не имел в виду, что мы спаслись, и главное попасть на небо. Это тоже будет. Но Он имел в виду, что после покаяния на земле мы занимали пространство для Господа. Ви Си Ти Ви – это канал Христианской Церкви Победа, в которой есть место для каждого. Праздничные мероприятия. Все, чем живет Церковь, вы узнаете на канале Ви Си Ти Ви. Подпишитесь на наш канал, и вы не пропустите ни одного важного события. Церковь Победа – это место для каждого. Место для всей семьи.